Анатолий Дмитриевич, я знаю, что вы были против этого вопроса, но невозможно избежать в интервью с вами, который не так уж часто случается, вопроса об уголовных делах против ваших заместителей. Я не хочу поднимать эту тему и не хочу на нее отвечать по одной простой причине. Я уже неоднократно говорил и на брифингах, есть Конституция Российской Федерации, и виновным человека может признать только суд. Давайте дождем решением судов. То есть пока не признаны они решением суда виновным? Конечно, зачем же мы эту тему так будируем и баллотируем? Ну, далеко не в каждом городе два заместителя мэра попадают под уголовные дела. Я не хочу на эту тему даже вообще разговаривать. Если вы поставите эту тему сейчас в передачу, это будет первая и последняя наша встреча на весь период моей работы здесь. Что за провокация? Мы, по-моему, голосовали вопрос. Мне кажется, что у нас идет прямой, мне кажется, что у нас идет прямой открытый разговор. Итак, я не хочу работать сегодня у вас на то, чтобы вы здесь из меня делали мальчика. Все-таки, извините, это достаточно ответственная должность, и давайте мы будем работать в том направлении, в котором согласовали и договорились. Если вы не согласны так, ради бога, идите и берите интервью любого другого. Ну, это вот все-таки тот вопрос, ответ на который хотели бы услышать многие читатели. Это тот вопрос, на который я уже не раз отвечал, и я не собираюсь еще раз перед вами здесь выпрыгивать из штанов и говорить, какой я хороший. Есть Конституция, я считаю, и обязаны исполнять все, в том числе и вы, журналисты. Просто не совсем понятно, как все эти дела могли пройти мимо мэра. Дождите судебное решение, и потом будет все понятно. Вы будете тогда комментировать судебное решение? Да живем, убедимая. Это провокация. Я не хочу отвечать на ваши вопросы вообще. Я, видимо, сейчас прекращу вообще интервью. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует...